Великой Победы Воспользуйтесь, пожалуйста, имеющимися возможностями, чтобы побольше поговорить с детьми о Великой Отечественной войне, о нашей Победе. Расскажите им и о семейной истории, покажите фотографии дедов и прадедов, которые во время Великой Отечественной войны сражались на фронте или были в тылу. Посмотрите и хорошие фильмы о Великой Отечественной войне, и вместе прочитайте хорошие книги. Несмотря на эпидемию, работа продолжается полным ходом. Реализуются проекты без срока давности. Он рассказывает о преступлениях нацистов против мирного населения на оккупированных территориях Советского Союза. Также продолжается конкурс методических разработок «Уроки Победы». Идет подготовка и к проведению диктанта Победы. Диктант Победы, который хочу еще раз, уважаемый член общественного совета, акцентировать. Мы переносим с ранее заявленной даты ориентировочно на сентябрь текущего года. Тем не менее, работа по его подготовке идет. В настоящий момент уже более 6 тысяч площадок заявили о своей готовности во всех регионах России. В прошлом году мы развернули эти площадки в 23 государствах. В этом году уже о готовности объявило более 35 стран, включая, что для нас важно, все страны антигитерской коалиции, все страны Западной и Восточной Европы, так или иначе, воевавшими с врагами. Особо пристальное внимание собравшиеся призвали уделять оказанию помощи ветеранам и мониторингу состояния памятников исторического и культурного наследия в регионах. В центре внимания и ситуация за рубежом, особенно учитывая последнюю инициативу Чехии по демонтажу монумента маршалу Коневу. Этот памятник был установлен в Праге в начале 80-х и возводился на пожертвования местных жителей в благодарность за решение полководца не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от нацистов в мае 1945-го. Я обратился к руководству Министерства иностранных дел, и это поддержано руководством администрации, есть соответствующее поручение, чтобы наши посольства активно включились в мониторинг всех памятников, мест захоронений и так далее, находящихся на территории зарубежных стран. Выложили соответствующие фотоотчеты, информацию, и чтобы мы могли смотреть, в каком состоянии это находится. В европейском движении сопротивления самую активную роль подчас сыграли наши соотечественники, военнопленные, угнанные на принудительные работы, русские эмигранты. Памятный камень в ближайшее время намерены установить на бельгийском кладбище Робермонт, а во французском городе Тиль планируют открыть монумент в честь женского партизанского отряда Родина. Особое внимание движению сопротивления и в Италии, где действовали тысячи наших партизан. Могилу одного из солдат, Владимира Тулиско, вскрыли и собирались просто перезахоронить останки в общую могилу, потому что она числилась не как воинское захоронение, которое должно вечно оставаться неприкосновенным, а как гражданское, за которое по итальянским законам нужно регулярно носить взносы. Но вовремя вмешалась итальянская общественность, представители Российского исторического общества, посольство России, и вот сейчас принято решение после окончания всех карантинных мероприятий, останки нашего солдата, нашего партизана Владимира Тулиско будут достойно перезахоронены, и надеюсь, уже никогда их никто не тронет. В сложившихся условиях самоизоляции особое внимание дистанционным просветительским проектам. Например, волонтеры Победы предлагают узнать больше об истории своей семьи и, в частности, боевом пути участвовавших в Великой Отечественной. Всех желающих учит пользоваться архивами и составлять семейное древо. За несколько недель поступило уже более полутора тысяч заявок. Это приложение, которое можно скачать себе на мобильный телефон. Кроме того, мы туда загрузили курсы для волонтеров Года памяти и славы, где одна из частей, которая как раз содержит тему, связанную с Великой Отечественной войной. В основном люди обращаются для того, чтобы понять, с чего начать, изучать свое семейное древо. Вторая по популярности просьба – это помощь в восстановлении боевого пути родственника, который сражался в годы Великой Отечественной войны. Но также есть и запросы на восстановление судьбы родных, которые проживали в Российской империи. В ходе заседания также стало известно, что в России создадут опись сохранившихся фрагментов засечных черт, стратегически важных объектов, обеспечивавших оборону России несколько веков назад. Речь, в частности, идет о знаменитой Белгородской засечной черте, которая предназначалась для защиты от набегов крымских и нагайских татар в XVII веке. Соответствующее поручение правительству, руководителям регионов и российскому историческому обществу ранее дал президент Владимир Путин. Уже 20 апреля в стенах Рио планируют провести круглый стол на эту тему. Также в режиме онлайн. Служба информации Российского исторического общества.